МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автоинспекторы две недели будут вести беседы с водителями и школьниками. Ну, тут разница небольшая. В Кузбассе началась профилактическая операция «Каникулы». Высокие технологии в сердечных делах. Вот этот этап, я считаю, достойно кардиоцентра выполнена в вашем регионе. В Кемеровском кардиоцентре теперь появился современный томограф. Нужны подарки? Гриби быстрее. Современные дети заинтересованы в плавании. И мы видим, что с каждым годом заинтересованность возрастает. Более 500 юных пловцов соревновались не перед судьями, а перед Дедом Морозом. В эфире «Вечерние новости» в студии Пётр и Ксения Кривко. Здравствуйте. Новый год – время новых технологий. В Кемеровском кардиоцентре теперь есть самый современный томограф. К тому же были открыты два отделения – неврологическое и нейрохирургическое, что позволяет лечить сразу и сердце, и сосуды больного. По словам специалистов, новый томограф также способен на диагностику щитовидной железы, печени и легких. Губернатор лично осмотрел хай-тек-новинку и вручил орден Герой Кузбасса главному врачу Леониду Барбарашу, который, в свою очередь, обозначил дальнейший вектор развития медицины в Кемеровской области. «Я не сомневался в том, что Вы меня поддержите. Действительно, в следующее время мы закончили. Вот этот этап, я считаю, достойно кардиоцентр выполнил Ваше задание. Следующий этап – это период транслитационной медицины. Это период внедрения клеточных технологий, тканевой инженерии, геномной медицины, нанотехнологии. Это задача, которую надо поставить перед молодыми». В новогодние праздники большую часть дня школьники будут проводить не за партами, а на улице, предоставленные сами себе. В связи с этим во все города Кузбасса госавтоинспекция проводит профилактическую операцию каникулы, чтобы в очередной раз напомнить маленьким пешеходам и водителям о правилах безопасности на дорогах. Подробности в нашем сюжете. Не секрет, что дети на дорогах ведут себя непредсказуемо. Как бы Галина не доверяла дочери, она всегда сама провожает ее в школу и встречает по дороге домой. Хоть путь и недолгий, мать понимает – переходить улицу в одиночку ребенку небезопасно. «Мы учимся в 62-й гимназии, и дорога довольно-таки активное движение. Три дороги переводить ребенка утром опасно, я считаю. Хотя на светофор она у меня реагирует, а вот на переходы, я думаю, что еще рановато». Маму сложно упрекнуть в чрезмерной опеке, ведь некоторые школьники действительно переходят дорогу исключительно там, где им удобно. Детская простота не знает границ, а оправдания находятся вполне себе взрослые. «Почему ты не прошла по переходу?» «Я просто опаздываю». «Ну, тут разница только небольшая». Впрочем, некоторые взрослые ведут себя не лучше. Прежде всего, это относится к водителям. Из 60 детей, пострадавших в Новокузнецке при ДТП, лишь 19 поплатили здоровьем из-за собственной неосторожности. Остальным попались невнимательные автомобилисты. «По вине водителей с начала года в городе Новокузнецке произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Основной причиной данных дорожно-транспортных происшествий – это непредоставление преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах, а также перевозка несовершеннолетних без детских удерживающих устройств». Операция «Каникулы» началась три дня назад и продлится до 10 января. В эти дни полицейские будут обращать внимание не только на поведение водителей вблизи пешеходных переходов, но и на наличие детских автокресел в машинах. Пока что картина относительно детской безопасности нерадужная. Зачастую отрицательный пример подают сами родители. Вместо того, чтобы проводить с ними профилактические беседы, они вместе переходят дорогу не там, где нужно. Быть может, поэтому число маленьких пострадавших на дорогах города растет с каждым годом. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. В России уже вторую неделю не стихают яростные споры вокруг решения президента Владимира Путина снизить цены на газ для братской Украины. Недовольные говорят о расточительстве и сговоре политиков. Но наш эксперт Дмитрий Сагар уверен, в будущем это решение пойдет на пользу обеим странам. На прошлой неделе удивил Владимир Владимирович Путин. Российский президент принял решение о том, что нужно снизить цену на газ для соседней страны в полтора раза. Кроме того, Россия направит 15 миллиардов долларов на покупку украинских гособлигаций. Фактически это льготный кредит. Зачем же такая щедрость? Пресс-служба Кремля находит только общечеловеческие слова, необходимость помощи братскому народу, историческая близость стран, родственность их судеб. Для российской промышленности было бы благом, если бы Украина была бы к нам ближе, роднее. Это огромная страна, это огромный рынок. Конечно, на встречу двух президентов и исторические стратегические решения повлияло многодневное противостояние на Майдане, где решается вопрос о том, куда пойдет Украина, на запад или на восток. Нашлись недовольны этими решениями и в России, и в Украине. Наши говорят, а зачем нужно отдавать чужой стране то, что мы накопили для себя на черный день? Лидер украинской оппозиции, чемпион мира Виталий Кличко, говорит, что, и даже подозревает, что Янукович родину продал за эти поблажки от России. Ну, ребята, у Кличко нет проблем с холодной зимой. У него есть вид на жительство в США и вид на жительство в Германии. Он полгода может жить в одной стране, полгода в другой стране. Такой возможности нет у десятка миллионов украинцев. Им некуда податься. И если бы не помощь России, то многим из них пришлось бы покупать печьки-буржуйки и топить их соломой. Слава Богу, амбиции политиков на этот раз не помешают людям благополучно пережить холодную зиму. Нам не нужна холодная война с Киевской Русью. Нехай живе! Дружба великих славянских народов! Молодые и перспективные. Так можно охарактеризовать участников IT-олимпиады, прошедшей в Кемерове. Именно здесь школьники и студенты в режиме онлайн разрабатывали собственные мобильные приложения или даже создавали компьютерные игры. А, например, веб-дизайнеры придумывали графическое оформление для вымышленной компании «Гири от Гиви». Компания «Гудлайн» устраивает такие соревнования уже четвертый раз. Но в этом году, помимо традиционного награждения, участникам дали мастер-классы и провели работу над ошибками. Генеральный директор заверил, что по результатам Олимпиады за виртуальное будущее Кузбасса можно быть спокойным. Одна из немногих крупных IT-компаний региона. Мы считаем своим долгом заботиться о подрастающих поколениях, которые придут на нашу смену. Будет работать на наше общее дело информатизация, автоматизация, IT в Кузбассе.